клуб сползки сегодня будет у нас обзор вот такого самого последнего стартера даст 1947 ковен лилит это новая фракция для игры даст куху получается как бы является основной темой полностью другая игровая механика и вот это является базовым стартером ну и он в принципе совпадает по своей комплектации с другими стартерами аналогичными других фракций которые есть в игре ну и сейчас мы посмотрим непосредственно что в нем есть здесь мы можем в общем увидеть содержание всего старта что стоит отдельно упомянуть это мы имеем вот сами уже нового образца кубики именно новую версию правил 1047 у нас есть естественно вот культисты лилит две версии потому что она одержимая и такая идет потом амиго отряд но это тоже только один из первых на что еще будут это одна из основных раз так и что дальше потом для карты у нас есть вот такие вот объекты двухсторонние кто хочет может положить terrain кто хочет может объемы кто хочет может использовать вот такое это уже на выбор самого человека дальше в каждом старте вот это кстати то что карточки кубики и объекты и плюс вот такие вот получается тоже объект который ложится на поле для противотанковой и просто оружейный ящик и также есть всегда вот такое вот это помещение идет ложится тоже на карту можете разрезать можете оставлять это уже такое это всегда есть во всех стартерах вот нового образца таких идут таких вот коробках что еще надо отметить это то что в них идет неопреновый мат во всех абсолютно во всех это будет уже премиум здание которые полностью покрашены или же вот такое стандартное всегда идет вот такой вот неопреновый мат так дальше ну естественно вот мы можем увидеть здесь это книга непосредственно с правилами здесь объясняется в общем сама откуда произошла сама франция объяснение краткой истории естественно общие какие советы по тактике карты нарисованы те которые есть то есть с параметрами со всем остальным и вот есть подразделение которое применяется даст тактикс по большому счету у вас здесь вот как раз есть вот этот вот вот это подразделение как раз мифос воля вкулху подразделения вот ну или взвод тут уже смотря по какому приводе по американскому образцу или по уже восточному то есть вы видите здесь нарисованы как раз они уже разрисованы здесь идут общее правило под фракцию анонс того что будет дальше перечень того что есть ну и непосредственно то что мы как бы больше всего любим это вот сами модели сами модели не получается наверное сейчас мы покажем по другому сами модели идут вот в общем если так показать изначально собранными уже сразу есть грунтовка на них то есть вы можете их сразу красили принципе удасти нет такого что надо нужно покрашена то есть вы можете играть тем что есть но стоит отметить и это неважно вот это новый лилит стартер или какой-то другой пластик изменился это не тот пластик который был раньше он похож на него то есть он немножко тоже гибкий но он принимает форму и у него гораздо выше детализация вот мы будем делать обзоры других стартеров которые там задержат модели которые уже были раньше то есть из первой инкарнации из первой версии правил даст а то даже там абсолютно все вот по отряды они переделаны там все идет из нового пластика сейчас мы посмотрим на ближе это стандартный отряд они вооружение несколько архаично целиком женский вот лидер это остальное весь отряду можете видеть они являются подчиненными непосредственно вот древних богов то есть поэтому у них архаичное оружие они не принадлежат какой-либо стране они являются как бы отдельными от всех стран они могут быть и из любой из них и которые существуют в мире даст а и они являются обыкновенными стандартными солдатами которые прекрасно там для и они недорогие вот по очкам они прекрасно могут объекты захватывать что-то удерживать это конечно не штурмовые там отряды и прочее но такие отряды нужны в игре и они достаточно выгодны потому что они всего четыре очка стоят это один из самых дешевых вот таких вот отрядов плюс у них есть достаточно много дополнительных свойств которые уже описаны непосредственно как возможности возможностях с вами самого юнита если не углубляться правило то принципе их перечисление не особенно много даст нам на данный момент толку так следующий отряд ну тут мы скажем скорее подразделение потому что принципе это вот если так сказать это герой первый герой непосредственно у фракции мисс это миллилит она тоже культист да она одна из них вот если получается имеет свои особенности если если кратко сказать то если она получает раму она превращается вот такой вот монстры которые в рукопашном бою очень и очень силен плюс может сам себя регенерировать за каждую рану которую произвел то есть фактически несмотря на то что маленькая и такое вот немножко кажется беззащитным самом деле очень выносливо и принципе достаточно большое повреждение может наносить и честно говоря и даже тяжело вооруженным отрядом особенно рукопашным то есть не техники она приносит очень много неприятностей поэтому вот такой то есть это один и тот же на самом деле персонаж вы просто заменяете когда происходит вот это изменение поэтому не и кстати находится вот две карты то есть она относится в принципе вот как бы непосредственно культистам теперь вот смотрим непосредственно на одних из древних это вот одна из раз мигал это что-то средняя но они даже так и описаны это что-то среди между грибами насекомыми вот как раз они и являются стандартными солдатами такими вот действительно древних богов не присоединенными как культисты а вот действительно относится полностью внутри как бы фракции вот это вот только одна из их инкарнации они на самом деле уже даже объявлены другие наборы тоже мигал которые будут там другими просто потому что это но несмотря на такой вот вид это разумная раса и принципе она на биологическим оружием и техникой обладает поэтому все она встроена непосредственно в сами тела в сами костюмы вот этих вот пришельцев поэтому они настолько видоизменяемы и они и есть те которые воевались как я уже говорил с в рил то есть а скорее всего будет эта фракция в рил недалеком будущем то вот их не главное враги как вы видите вот и пластик и все остальное очень качественно сделано при том что это абсолютно не зачищенная модель она если кто-то видел старые версии даст а то она тоже идет в пакетиках и вот вы их распаковывать и вот они уже целиком так идут только поставку поставить вот под эти данном случае поэтому если вы когда-либо видели даст вы можете немножко забыть про старые вот модели которые но там был совсем другое качество детализации совсем другое качество исполнения это совсем другие и вы увидите это что стоит отметить я немного забыл сказать есть еще каждом наборе стартовые правила они есть абсолютно во всех наборах от начальных на два человека до таких они одинаковы и они принципе вам дадут базу игры все правила можете найти еще более полной книги то есть те которые идут как компания и плюс правила или же даже скачать можно полное правило там с вертолетами с авиационными различной техникой всем остальным вы можете скачать их сайт они даже есть я не проверял качество но они есть переводе на русском поэтому это все можно вот так вот увидеть что еще следует отметить в среднем все стартеры которые идут вот таким вот образом они идут на 50 примерно 50 очков то есть несмотря на то вот как выглядит этот стартер тут нет допустим волкера и остальное но это все равно 50 очков полноценное потому что в основная идея как раз фракции мифос это больше ближний бой и магия поэтому здесь нельзя сказать что там какая-то огромная авиация или что-то еще и или не будет нам будут скорее летающие монстры а так сейчас еще и уже есть ходящие потому что на самом деле этот стартер вышел вторым первым выходила бонусный такой набор армия мы его тоже посмотрим и вот если допустим даже на данный момент когда только она вышла объединить их то есть вы обвиняете лилит стартер вот как он есть сейчас плюс стартер мифос армия первое призывание если говорить вот он такого ну посмотрим позже то у вас будет полные как раз полные 100 очков ну 99 если быть совсем конкретным точно турнирная армия на данный момент в дасте это 125 очков если вы добавите они уже объявлено на апрель на май на июнь этого года то есть ближайшие месяцы добавления и отрядов и героя фракции то фактически два вот этих вот базовых стартера вы можете собрать любую армию турнирного образца также следует отметить что с фракцией мифос как и со всеми остальными вам прекрасно будут подходить наемники потому что наемники это не блоковые мифос нельзя присоединить никому а вот наемников можно присоединять абсолютно ко всем фракциям поэтому если даже нету чего-то или что-то еще вы можете даже в фракции тхоху мифос использовать даже волки которые есть например у наемников ну вкратце это все по стартера мы будем еще показывать как непосредственно она играет как собирать армии всем доброго дня с вами был курс полский смотрите дальше наши обзоры